Решим следующую задачу типа B8 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. В тупоугольном треугольнике ABC, AC равно BC и равно корню из 17, AH высота, CH равна 4, найдите тангенс угла ACB. Строим тупоугольный треугольник с тупым углом при вершине. Вот таким образом. Почему? Потому что если бы тупой угол был при основании, а углы при основании равны, то получилось бы два тупых угла, чего невозможно. Сразу покажем, что AC равно BC по условию задачи и равно корню из 17. То есть AC равно корню из 17 и BC равно корню из 17. Далее нам сказано, что AH высота. Значит мы должны из вершины треугольника А, из вершины А опустить перпендикуляр на прямую содержащую противоположную сторону, то есть сторону BC. Для этого продлим сторону BC и опустим на нее из точки А перпендикуляр. И опустим из вершины на нее из вершины А перпендикуляр. Продлеваем BC и опускаем из вершины А перпендикуляр. Вот таким образом. А H тогда это и есть та высота, о которой говорится в задаче. Далее нам по условию задачи еще дана CH. CH равна 4, тоже обозначим. То есть CH равна 4. Теперь начнем находить тангенс вот этого нашего угла ACB. То есть тупого угла при вершине C. Давайте покажем сразу этот тангенс. Этот угол показали ACB. И начнем находить этот тангенс. Итак, тангенс угла ACB будет равен. Вот здесь нужно перейти к тангенсу смежного угла. Мы с вами на предыдущих уроках уже говорили, что тангенсы смежных углов отличаются знаком. То есть если мы сейчас рассмотрим тангенс вот этого смежного с углом C угла, с углом ACB угла. То есть тангенс угла ACH от тангенса угла ACB отличается только знаком. Это значит тангенс угла ACB будет равен минус тангенсу угла ACH. Почему? Потому что эти углы смежные, их сумма равна 180 градусов. Это значит, если один угол альфа, то другой можно записать как 180 градусов минус альфа. А по формуле приведения тангенс 180 градусов минус альфа равен минус тангенсу альфа. Как раз получается вот эта форма. Таким образом, нам удалось выразить тангенс нужного нам тупого угла ACB через тангенс угла ACH. Для чего мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы сейчас выразить тангенс угла ACH, то есть вот этого, из прямоугольного треугольника ACH. То есть из вот этого прямоугольного треугольника мы сможем выразить тангенс угла ACH, который у нас получился. Как это сделать? Чему равен тангенс угла вот этого ACH, тангенс острого угла прямоугольного треугольника? Он равен отношению противолежащего к этому углу катета. Противолежащий катет это AH. Вот он. К прилежащему. То есть тангенс угла ACH будет равен отношению противолежащего катета, то есть AH к прилежащему, к CH. AH надо разделить на CH. Равно. CH нам дано. Длина катета CH нам дана, она равна 4. А вот AH нам не дана. Что будем делать? Для того, чтобы найти катет AH, то есть вот этот, нам нужно по тереме Пифагора извлечь корень квадратный из разности квадратов гипотенузы и другого катета. Почему? Потому что по тереме Пифагора сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Оттуда выражаем квадрат вот этого катета AH. AH квадрат катета AH будет равен разности квадрата гипотенузы, то есть AC квадрат минус CH квадрат. Ну и потом, чтобы найти AH уже без квадрата, нужно извлечь квадратный корень. Мы это неоднократно на предыдущих уроках делали, поэтому я особо подробно на этом не останавливаюсь. Итак, AH будет равно корню квадратному и под корнем у нас разность. Надо от квадрата гипотенузы AC квадрат вычесть квадрат другого катета, то есть CH квадрат. И CH пока перепишем в знаменателе. CH мы переписали. Равно. Да, вот здесь вот, посмотрите, чуть было минус не потерял, да, вовремя вспомнил про него. Вот здесь вот минус давайте перед дробью, ну или здесь вот давайте поставим его в знаменателе. Тогда вот здесь вот тоже перед корнем тогда минус, да, чтобы не потерять. Далее, теперь давайте подставлять все, что нам известно по условию задачи. Да, вот здесь вот опять давайте минус все-таки перед дробью поставлю, чтобы не забыть опять. Минус перед дробью я поставил. Дробь в числителе подставляем. AC квадрат. AC равно корню из 17. Значит так и запишем. Корень из 17 это AC, да еще в квадрат нужно возвести. Будет корень из 17 в квадрате. Минус CH, CH равно CH квадрат. Значит CH равно 4, получается минус 4 в квадрате. И разделить на CH. CH равно 4. Равно. Далее. Равно. Минус опять, чтобы не забыть. Что у нас под корнем получается? Корень из 17 в квадрате это 17. Почему? Потому что если корень из 17 умножить на корень из 17, будет просто 17 под корнем. До минус 4 в квадрате. 4 в квадрате это 16. То есть получится корень из 17 минус 16. И разделить на 4. Равно минус. 17 минус 16 это единица. Корень из единицы это единица. То есть получается 1 четвертая. Или минус 0,25. Как получить, что это минус 0,25? Можно или в столбик поделить единицу на 4. Или умножить на 25 числитель и знаменатель. Если мы умножим на 25, то у нас получится... Кстати, если мы умножим числитель и знаменатель на одно и то же число, ничего от этого не изменится. 25 на единицу будет 25. И 25 на 4 это 100. Минус 0,25 будет. То есть мы как раз так и записали. Минус 0,25. Ну и теперь надо этот результат, это число записать в ответ. Ответ минус 0,25. Задача решена.